Доброе утро, дорогие мои. Ну пока еще лебеда есть. Как всегда, каждое утро есть лебеды. Ну, голубярное, оно у меня всегда будет чистой. То есть, в зависимости от сезона года, что-то новое будем давать, что-то нужное, необходимое будем давать. На данный момент идет лебеда. Одна из самых-самых-самых лучших прививок от оспы для голубей и от желтой пробки. Понимаете? Вот не надо голубей прививать от оспы, надо лебеду нарвать и каждый день давать, чтобы они кушали. Тогда и прививка вам не пригодится. Без прививок, без лекарств никак. Вот оно, натуральное лекарство. И полезное, и нужно, и необходимо. Понимаете? Все, все три в одном. Да, значит, ну вчера я выпускал 16 штук и говорил, что трое из них не должны прилететь. Понимаете? Вот трое, троих из них нету, дорогие мои. Один из этих троих, почему-то это тот пескончик, ну тот самый, который я сначала выпускал, летать не умел, потом на дерево упал, но полетел. Этот пескон полетел, прилетел сюда, но почему-то к вечеру его не стало. Не знаю, что с ним произошло. Забрал хищник, не забрал, кто-то напугал, не напугал, не знаю. Но факт то, что его нету. Ну, черненького нету. И такого черненького нету. Зато вот этот, да, желтый, желтый чинь прилетел, я думал, что этот не прилетет. Ну, поскольку трех нету, сегодня 13 штук, буду выпускать уже с километра. Это называется курс молодого бойца. Вот после этого уже спокойно можно заниматься. Все эти годы, кому бы я не давал голубей, дорогие мои, за исключением нескольких штук голубей, вот, допустим, один из них, вот этот, ну, который человек просит, ну, еще это, да, как бы не готов. Вове недавно такого же Акбашика давал, ну, чисто по цвету вот это, да, давал. И то людям вот этот цвет очень сильно понравился. Все остальные проходили курс молодого бойца. То есть вот эту проверку до километра минимум проходили. Некоторые и два, и три, и четыре, и пять проходили, говорите. То есть, ну, в зависимости, в каком возрасте они были. Поэтому сегодня вот этим закончим. Ну, потом уже тех пескунов, которые, молодых, которые приготовят для Эдгара, я их подниму, посмотрим, что они будут показывать, будут летать, и будут летать, и увидим состояние их, к чему они готовы. Ну, кого выпускал, вот один здесь, вот, малышок. Вот, там вот этот желтый челлен белокрылого, это малышок тоже, где там еще мелочевка. Где вы, да, вот одна гнездка, вот этого не прилетел, но этот покрупнее. Дождей прилетел, но не стало его. Да, тут намного меньше был размерами. Так, вот этот, который спит, он еще тут. На пищалке вы видели, когда я их выпускаю, они в клетке все визжат, все пищат. А вот этот, вот, вот, здесь вот такого размера. Да, ну, это я показывал, там есть еще другой, еще меньше, от белого лохматого. Красавчик. Так что, сейчас я их поймаю, закину в клетку, поеду и выпущу. Посмотрим, сегодня сколько прилетят из них, а сколько пропадут. Так, дорогие мои, ну, вот, поймал тех же самых, 13 штук. Ну, из них трое, опять тяжеловато пойдут, да, пойдут, они, скорее всего, сядут, потом пойдут. Хотя, не знаю, могут уже не сядь, не сесть, а пойти сходу. Ну, сейчас начнем потихонечку пропускать. Тех же самых, вот, одногнездка вот этого не было, слышите, пищит. Одногнездка была еще меньше, они все пищат. Все пищат. И еще раз, дорогие мои, те, которые думают, что я от них чего-то скрываю, не досказываю. Дорогие мои, просто вы не делаете так, как необходимо. Вот, смотрите, видите, размер просто, смотрите, вот. Ну, пойдем. Пойдем. Не бойтесь. У вас хорошая птица не пропадет. Ну, зато, тем самым, вы избавитесь. Одногнездка сейчас его же. Вот он. Так, вот здесь он. Одногнездка сейчас. Да, но тем самым, вы приобретете, наберете хорошую птицу, сильную птицу. Вы избавитесь от хлама, всего-навсего, понимаете? Всего-навсего избавитесь от хлама. Все они нужны у вас. Пропадут. Останутся то, что вам необходимо. Вот наш блатной. От генерала шучок. И цвет черный. Знаете? Ну, знаете, черный цвет. Черный цвет для кого, красный цвет для кого. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Да. Ну, полетели. Вот это сейчас выпустим рожавенький. Ну, это раз. Это раз. Сейчас одногнездка его выпустим. Тут они похожи, вот стены. Вот это стены. Ситрые рожавые. Их, я нарасту. Еще один рожавый был, который не долетел от Чубакова шоколадного. И там тоже переворачивается. Сапсан живет вот там. Метров от Сочи. Все, может отсюда. Посмотрим, прилетит. Он затекаренный. И специально я медленно выпускаю. Для того, что сапсана завлечь. Это у нас идет от Тайсона. А это, видите, цветом одинаковый. Да, мы ждем. Если зиму выживут, их можно будет. Этот цвет я люблю. Можно попробовать этот цвет получить. Тоже на хвосте. Хотя тут по черных. Это с-под белых. Это с-под шеек. С-под чернохвостых. Ну, это вот все. Все, видите, на дырчатый такой. Ржавчина на геларке. Ну, ты тоже будешь переворачиваться. Вот, смотрите, сегодня они намного быстрее. В сторону дома пошли. Сегодня они побыстрее прилетят. Даже вчера я выпускал. А я говорил, что вот именно эти пять пошутки. А оно там старого, походу, гоняет. Они от них тоже шарахаются. Ну, это набирает по чуть-чуть. Должны будет отсюда уже вверх идти, чтобы до дома долечить. Так, это у нас кто такой? А, нет, вот этот от красного. Ну, я говорю, я их путаю. Все трое ржавые. Один от красной дочки. Двое от красного сына. Вот так, и все трое ржавые. Так, куда пошли? А, наверное, вот здесь. Ну, теперь пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Семь. Ублигарты должен быть. Потому что тут четверо осталось. Ну, это четверо логеры наши. Посмотрим. Нет, точнее, нет. Этот, в принципе, уже должен идти. Думаю, не должен сесть тоже. Это желтый чиль. Белокрыло. Или сядешь сюда, дурят. Нет, не сел. Сейчас, не вместе. Мы поднимем от черного чубата вот этого малыша. Ну, видите, полетел вчера. Желтый чиль. Там сел на крышу. Сегодня уже, видите, не садится, а летит. Вот, чего я не договариваю, дорогие мои. Вот, диккарить начали. Что, кого-то увидели? Я шелек же, может, где-то. Рядышком. Сейчас вот этого тоже выпустил. Вот, смотрите, какой малышок. Малышок, абсолютно малышок. Совсем-совсем. Это от белого лохматого. Ты полетишь или сядешь? Ну, что летать не умеет, а уже на хвост падает. Полетел. Вот этот немножко ладроватый. Вот этот лохматый. Вот этот лохматый. Ну, как красиво, видите. Ну, ты. Ты тоже полетишь или сядешь? Нет, сел, дурачок. Сядь. Может, ты и не прилетишь? Это сколько раз я тебя выпускаю, то поста насадишься. Сколько выпускаю, то поста насадишься. Ну, как видите, дорогие мои. Вон, один волк куда ушел. Видите, я сейчас максимально подниму. Один волк поднимается. Ну, тут обзор есть. У меня площадка открытая. Пони замотаются. Вон, один тут досел. Видите? На антенну. Один тут досел. О, молодец. Ворона напугал. От вороновского заново газу дал. Вот, полетел к тому. Видите? Вот, двое сели там. Сейчас тех посадят туда же, засранцы. Тех посадят. Ну, ворона помогут они. Ну, трое пошли, дорогие мои. Вот они. Раз, два, три. Поднимается. Ну, я поехал домой. С дома будем снимать. Ой, наступник. Так, дорогие мои. Выпускал. Да, вон. Да, вон. Ну, туда, вон там. Человечек. Километр. Вон. Да что ж такое солнце. Так, вон, одного вижу. Видите? На полпути. Так, блин, солнце не дает мне. Да, вот одного вижу. Вот, направляю на него. Сейчас, наверное, встало там, чтобы солнце не мешало. Ну, вот, один летит. Вот, камни летит. Хотя, не высоко. Ну, так, относительно, не высоко. И на хвосте летит. Остальных пока не вижу. Пока не вижу. Ну, подождем, прилетят, куда они нахрен денутся. Не первое. А, вон, второй рядом с ним. Видите? Вот один, вот второй. Двое уже почти подлетели. Видите? С 500 метров выпускал. Намного дольше летали. С километра выпускаешь, намного быстрее прилетели. Со 100 метров намного дольше прилетели, чем с 500 метров. С 50 метров намного дольше летели, чем со 100 метров. Понимаете? Вот как так получается. Это буквально за 4 дня. Первый день с 50 метров, со второй день со 100, третий с 500, четвертый с километра. Вот так и тренируем. Ну, двоих пока вижу, остальных пока не вижу. Сейчас интересно будет, они сходу сядут или полетят. Мне вот этот момент интересен. Вот этот пошел на посадочку. И второй пошел на посадочку. Хотя могут еще летать. Вот. Столкача заводит. Ну, остальных подождем. Да, странно. Тут один черный чубат, и она должна летать. Она должна вторая, походу, от этого. От красного сына. Ну, давай. Вроде бы. Вы расселись. Не хотите. Не хотят. Походу, чего-то напугались они. Не хотят. Видите? Походу, чего-то напугались они. Поэтому и резко скинули. Потому что они должны были летать над домом. И так сходу должны скинуть себя. Ладно, чуть попозже подниму их. Так, дорогие мои. Ну, а теперь смотрите, что в небе творится. Видите? Вот сколько. Вот она причина, почему не соскочили. Я понимаю, что ворона голубей не едят. Но то, что они пугают, это однозначно. Вот вам причина. Наглядно покажу. Поэтому и сидят. Вон, смотрите, как смотрят туда. Быздят. И пока вы так не поднимите, не проверите, вы этого не узнаете, дорогие мои. Ладно, поставим на паузу, подождем. Так, дорогие мои. Ну, тут один у меня сам соскачил, дверь открыл. Вот эти выпадают. Так, чернохвостенький. Ну, с двумя перьями. Эта дверь открыл. Ну, он еще сверху один выпадает, беленький. Видите? Ну, сейчас посмотрим, эти пойдут уже летать. А Пасха прошла или нет? Давай. Сейчас этих подниму я. Так. Встал тенек, чтобы можно было снимать. Так, сейчас потяну я. Ну, этих двух тоже я поднял. Они тоже летают. Откуда вы делись? Там целая куча была. А вот они. Ну, вот этот черного чубат богатого сидел. Это белый чай, одногнездка. Ну, вчера как бы он пролетел, он не стал. Не знаю, где одногнездка перка. Одногнездка перка. Так, а куда чернохоз-то делся? Который с голодать не соскочил. Не знаю. Сейчас посмотрим, как эти сходу пойдут, сядут. Ну, точнее, уже сходу не сядут, потому что они уже над домом мотаются. Но не сели. Так, одногнездка, наверное, не вижу. Да, солнце мне прямо в глаза. Прямо в глаза. Не было. Ну, не то обзора. Видите, опять поднимается. Видите? Тут самые черные чубаты. И второй, который сидел. А вот он чернохоз-то. Здесь белый он летит. Вот еще один беленький. Видите? Ну, черный чубат и попел. Молодец. Ну, видите, молодец. Все наглядно показываю. Чего я от вас скрываю, Чего я не скрываю. А теперь второй пошел. Я говорил, что они как бы летали. Напугались они от стаи ворон, которые, ну, видели, какая стая была. Есть стая, а есть стоящая. Ну, это стоящая как раз была. Туда пойдешь здесь, что ли, Дорин? Даже не вздумай. Ну, вот одна села уже. Один, одна, не знаю. Эти пешалки. Это, скорее всего, от этого. Давай посмотрим, у тебя грудь крашена или не крашена. Если грудь не крашена, то это от белого лохматого. О, нет, конечно, надо будет посмотреть. И, как бы, как бы, вот так же. Уже сколько из них? Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть штук уже здесь. Семь штук нет. Но это те двое, которые сели. Видите, они опять пошли. Просто вот, понимаете, когда птица с головой дружит, они знают, когда им надо летать, понимаете, когда им надо летать. Понимаете, вот они. И при том, это пешалки. Это не взрослая птица. Они только-только опыта набирают. Ладно, поставим на паузу. Конечный результат покажем, сколько прилетели, сколько нет. Ну, эти мотаются. Они сейчас могут и на побежку опять пойти. Вот одна только села. Как бы вот так. А, да, это от белого лохматого сидит. Малышок вот этот маленький. Второй не прилетел. Лохматого сидит. Да, настолько прав. Даже Линда подтверждает. Эти мотаются. Вот там, вон, чубатты скинула. Как бы мир умер, голубям неба. Так, дорогие мои. Почитал я комментарии. Миружам пишет. Гагик, не переживай. Утром они будут. Ну, ролики, которые последние я вот кинул. Это когда с магазина выпускал. Он двое летает. Ну, это тоже из пешалок. Ну, этот. Утром они будут. Утром их не было, дорогие мои. Вот, смотрите. Это вот этот пескунчик, который я говорил, был одноперый. Это вот челенок, который не прилетел. А это вот от чубатого шоколадного. И этот прилетел. Представляете? Получается, все 16 дома. Раз, два, три, четыре, пять. Пять, пять там сидят. Это будет десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. И один, по-моему, летит. Представляете? Получилось так, что все на месте. Вот как бы вот так, дорогие мои. Так что необходимо, необходимо все, что услышали, делать. А не думать, что что-то от вас скрывают. Понимаете? Но только так у вас все получится. Еще раз. Те же самые пешалки, дорогие мои. Вот. Ну, я думал, этот не прилетит. Это от кофейного сына, от челя. Там вчера прилетела одна пёра, но почему-то, ну, голубятни я его не обнаружил. Видите, прилетела. Ну, и куда он делся? Вот он, вот этот малышок, это чубатый шоколад. Мне кажется, трое не были, а остальные все здесь. Так что, дорогие мои, мир, мир, голубям небо. Гоняйте. Пойдем еще раз летать. Кш-ш-ш-ш. 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 Сейчас еще раз, оторву. Летать будут, не будут. Кш-ш-ш. Давай, малышок. Ну, это малыш, это толстожопый. Сила нету, но ума хватает долететь, понимаете? У них, вот у этого второго, ума хватило долететь. Пусть через день. Поднялись вот до того, даже повыше, чем этот сейчас. И вот наш жопа падает. Смотрите. Ну, и пошли на побежку. Куда вы пошли? Хреню знать, куда они пошли. Солнце с этой стороны теперь, блин. Вечно мешает солнце мне. Так, уродики. Куда вы пошли? Этот сидит. Эти двое не хотят. А тех не вижу. Сейчас найдем. Вот они. Ну, солнце мне прямо в глаза, поэтому я их и не вижу, дорогие. Вот они. Мир в мир. Ха! Голубям небо. Гоняйте, вовраковывайте. Стремитесь. И тогда у вас тоже все четко получится. Все. Удачи. Все. А мы сейчас голубятню откроем. Пусть эти тоже выходят. А то из-за этих мелочок те в плену. И те в плену. Конечно, надо было узнать, кто прилетел, чего прилетел. Понимаете? И второе. Когда я общие голубятни открою, голуби выходят. Целая толпа начинает летать. Начинаем легче потянуть. Но мне интересна жесткость проверить. Люблю я жестко проверять. Поэтому как бы вот так. Вот они. Все дикие. Так, протянем. Так что, дорогие мои, все шестнадцать на месте. Живо, здорово. И за несколько дней научились летать. Я показываю все это. Не рассказываю, как они по двенадцать часов летают в чердаках без крыльев. А, показываю. Мир, мир, голубя мне. Так, дорогие мои, что-то резко начали скидывать. Не знаю, сейчас яша будет, не будет. Но вся вот эта стая сейчас была в зоне недосягаемости. Резко начали падать. Конкретно начали падать до сих пор. Птица умеет работать головой. Мир, мир, голубям, небо. Так, дорогие мои, на, поперли опять тут скидывает. Там и высшие есть. Вот они. Я сейчас хочу показывать. Вот черный падает. Что такое выход столб? У нас люди путают тягу столбом. Вот смотрите, он сейчас мотается, мотается. Потом будет нырнуть и себя вертикально тянуть. Выход столба определяется во время полета. Не тогда, когда вы голубей с земли отрываете. Вот он встал, подтянул и пошел. Это любой, даже голуби, которые бьют лентой, они могут точно так же тянуть и уходить до определенного. высоты, а потом начинает уже кругами, как бы лезть. Вот, видите? Вот, 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 вот. Подтянул, даже и не сыграл. Ныряет, ныряет, и потом будет вертикально тянуть себя. Ну, ничего не показал. Это старая голубочка моя. Это очень старая. Ей тоже около 20 метров этой голубочки. Я ее как бы никогда не показывал. Ну, видите, уже показал. Ну, а эти вот они. Там часть видно, часть не видно. Опять вверх, вниз. И ромер показывает. Ну, удачи всем.